30 октября, Ольга, письмо без темы. Уважаемые, по-другому не скажешь, Юлия или Евгения. А, господи, на угола. Вы, наверное, даже не представляете, насколько помогаете мамочкам, ваш труд неоценим. Как замечательно ночью, уложив всех спать, а иногда и муж подслушивает, увидеть вас, где-то поучиться, взять на заметку или просто услышать голос, смех, войти в дзен и настроиться на позитив. Огромное вам спасибо за все, и за ответы, и за рекомендации по развитию, и за чудесной тетради. Маленькая с утра просыпается, и пока лежу, одупляю в кровати, она сама занимается, пишет, стирает. Огромное вам спасибо за благодарность от всей семьи, Ольга. Оля, огромное спасибо, вообще прям. Голос дрожал, да? А? У тебя же голос дрожал? А дрожал? Ну, если дрожал, то вот, да. Ой, как приятно, прям, прям очень, очень, прям, ну, нет слов. Большое вам спасибо. Я, честно говоря, не очень как-то, это я уже говорила, мне кажется, понимаю, что я вам помогаю, потому что я-то для себя говорю очевидные вещи, да, и мне кажется, что, ну, как бы я говорю вот обыденные, что как полугай, зачем я вообще это говорю, это же все логично. А когда вы пишете вот такие вещи, я понимаю, что, ну, слушайте, да, где-то, наверное, все-таки помогаю. Спасибо большое. Глаза открывайте и окрыляйте, и помогайте двигаться дальше такими словами. Здоровья вам, любви, удачи, вашей семье, благополучия, и, в общем, спасибо, спасибо о душе. 30 октября, Ольга, слова благодарности были. Продолжение следует...